Всем привет! Продолжаем путешествовать. Город Старая Русса. Никольская Старообрядческая Церковь. Никольская Церковь является одним из немногих памятников Старой Руссы, а строительство которой упоминается в первой новгородской летописи. Согласно источникам, храм построен в 1371 году в княжении Дмитрия Донского с благословения новгородского владыки Олега. Это была каменная церковь, как ее называли Николы в городу или Никола на торгу, поставленная по кровитой торговле Николаю Межликийскому вблизи торговой площадки древнего городища у выезда на древний Холмский тракт. Первоначально Никольский храм был одноглавым, в 1614 храм был разорен ритовцами и шведами и находился в запустении. Церковь была возобновлена в середине XVIII века Федором Венелитовым, а в 1710 частично разобрана и возведена заново по старой основе. Ее перестроили прихожане с помощью местных благотворителей, сделав пятиглаву. Церковь 1710 года повторяет план древней постройки. Древняя кладка сохранилась на высоту до 2,5 метров. Церковь построена в виде четырехконечного креста с полукружием для алтаря. Северная и южная части выдаются четырехугольниками, а западная образует квадрат, который служит входом для церкви и основанием для колоколья. До революции церковь длительное время действовала и была закрыта только осенью 1930-го, но по просьбе верующих вновь она была открыта в июне 1931-го. Окончательный храм утратил свое культовое значение в 1935 году и был закрыт для прихожан. В годы Великой Отечественной войны храм сильно пострадал, были уничтожены купола, стены разбиты. В 1960-1962 годах архитектор Шуляк провела частичную реставрацию церкви. 18 февраля 1164-го в здании Никольской церкви был открыт Краеведческий музей. После перевода музея в помещение Спаса Преображенского монастыря, храм долгое время использовался в основном как склад. В середине 1190-х годов отремонтированный храм вновь обрел своих прихожан. В Старой Руси в конце 20-го века была старообрядческая община, дружила с властями и своя молельная у них была в какой-то пристройке к частному дому. Потом они зарегистрировались и оказалось около 300 семей. Для маленькой Старой Руси это очень немало. И сумели перебраться в Никольскую церковь в 1991 году. Старообрядцы. С 2008 года в Никольской церкви проводится реставрационная работа. Вот то немногое, что мне удалось найти по Никольской старообрядческой церкви, которая находится в Старой Руси. Пока-пока. До свидания.